Так, вечерние новости, пожалуйста. Очень большой урологи, когда речь идет об Косове, оно все-таки притормозило там признание Косова. И хотел бы в связи с Украиной услышать ваш прогноз, все меньше и меньше пользуется слово «Новороссия». И может ли случиться, что русские, которые живут в Восточной Украине, что у них повторится судьба сербов, которые жили в Хорватии? Петр Алексеевич Порошенко работал в том числе на многих постах в предыдущих правительствах, в том числе министром иностранных дел. Поэтому я не могу его подозревать в незнании Устава Организации Объединенных Наций. В Уставе процедура, о которой он заявил, не предусмотрена. Поэтому я думаю, что вот это заявление, давайте выгоним Россию из постоянных членов Совета Безопасности ООН, как, собственно, и законопроект о громогласном отказе от внеблокового статуса, как и указ Петра Алексеевича Порошенко об экономической блокаде Юго-Востока. Это все не что иное, как дань той риторики, которой жаждет партия войны в Киеве. Это печально, потому что такая партия существует. И именно из рядов этой партии войны звучат и призывы повторить на юго-востоке Украины операцию, которая была проведена в сербской краине, когда вопрос был решен силовым путем. Территориальная целостность восстановлена, как тогда говорили, силовым путем. И все это не то что приняли, а приветствовали наши западные партнеры. Я исхожу из того, что президент Украины последовательно, и он на днях это снова повторил, выступает за то, чтобы решить все вопросы, связанные с нынешней ситуацией на юго-востоке, исключительно мирным путем. Мирный путь является основой минских договоренностей, которые были приняты по инициативе президента Порошенко. И с учетом и на основе предложений, которые внес также президент Путин, все сейчас на все лады говорят о необходимости эти минские договоренности выполнять. Они предусматривают, напомню еще раз, помимо прекращения огня, помимо обмена заложниками, помимо гарантии безопасности, помимо амнистии, помимо восстановления экономических связей, они предусматривают начало настоящего общенационального диалога с участием всех регионов и всех политических сил страны. Вот я исхожу из того, что если все поддерживают минские договоренности во всей их совокупности, то надо выполнять то, что произносится и то, что подписывается. Продолжение следует...